Всем привет! Вы смотрите канал Мошенники звонят по телефону. Наливайте чайку, кофейку, ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Все это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Приятного просмотра! Ответить на ваши вопросы и помочь вам с подключением данной системы. Подскажите, пожалуйста, вам сейчас комфортно будет общаться? Да, говорите. Хорошо, Виталий, подскажите, пожалуйста, вы когда проходили регистрацию, у вас там была статья для ознакомления, был видеоролик. Вы с данной информацией ознакомились? У нас статьи там не было, видеоролик был. Я поняла, пропустили, значит. Хорошо, по видеоролику скажите, все ли вам было понятно или, может быть, остались ко мне какие-то вопросы? Вроде нормально, да. Все нормально. Хорошо, Виталий, подскажите, пожалуйста, у вас ранее был когда-то опыт работы на финансовом рынке? Ну, когда-то очень давно Форестом пробовал заниматься. Самостоятельно торговали? Да. Я поняла, а как был ваш результат? Ну, положительно. Положительно, это хорошо. Почему перестали заниматься? Ну, нервные клетки не устанавливаются. Я поняла, но это уже прибыльно. Я вас поняла, хорошо, Виталий. Прибыльно-прибыльно, но просто я устал переживать за новость, за прочее всякое. Как-то не комфортно. Я вас услышала. Ну, хорошо, Виталий, давайте поступим таким образом. Я вам более детально объясню, как здесь работает данная система, какие условия для начала работы. Если вам будет что-то непонятно, задавайте вопросы, хорошо? Давайте. Отлично. Это заработок идет на международном финансовом рынке. Здесь мы работаем с такими активами, как валюты, криптовалюты, акции крупных компаний, товарно-сырьевый рынок. Торговать вы здесь самостоятельно не будете. Светная реакция – это искусственный интеллект для заработка на финансовом рынке. Ранее про роботов что-то слышали? Пользовались, может быть, программами? Ну, я за ним спробовал Форекс, когда он еще там, второй медатрейдер был. И там были просто тренды, можно было там подключить всякие сигналы, но такого нет, автомата нет. То есть вы до МТ-4 не дошли, да, я так понимаю? Нет. Не дошли. Я поняла, просто на МТ-4 уже были, да, помощники, это были торговые роботы, которые, да, там самостоятельно открывали, закрывали сделки, просто там хотела, да, как пример привести. Говорите, что такое искусственный интеллект? Это компьютерная вычислительная система. Данная программа, она зарабатывает на межбиржевом арбитраже. То есть программа анализирует более 40 бирж криптовалют, более, да, там, 40 валютных бирж и так далее. Она анализирует абсолютно каждый актив и все биржи. Возьмем сейчас с вами криптовалюту. То есть, я думаю, вы знаете, у нас есть, да, более 40 криптовалютных бирж. Биткоин, он один и тот же, он не меняется. Он просто каждая биржа выставляет свою цену. Где-то цена может быть выше, где-то ниже. Понимаете меня? Ну, приблизительно понимаю, но у меня что-то от криптовалют, не, мне они не нравятся. Причем здесь криптовалюты? Я вам не говорю, что вы будете торговать на криптовалюте. Я вам объясняю сам процесс арбитража, как работает программа, понимаете? Ну, пытаюсь. Хорошо, объясню по-другому, объясню по-другому. У нас есть московская биржа, у нас есть лондонская биржа, у нас есть нью-йоркская фондовая биржа и так далее. У нас бирж идет очень много. На каждой бирже есть одни и те же активы, но каждая биржа выставляет свою цену. То есть, где-то цена может быть выше данную секунду, где-то может быть ниже. Понимаете меня? Ну, так, смутно. Я понимаю приблизительно, о чем идет речь, но я не понимаю, каким образом вы эти моменты связываете. Ну, потому что данная система, которую мы вам предоставляем, она зарабатывает на арбитраже. Я хочу, чтобы вы понимали, что такое арбитраж. Арбитраж в экономике – это мгновенная покупка и продажа одного и того же актива в одно и то же время, но на разных биржах. Программа анализирует более 40 крестовалютных бирж, находит две точки. Одну точку – самую низкую цену, вторую точку – самую высокую цену. Разница между этими двумя точками на один и тот же актив, это называется плюсовая дельта. Это разница, на которую зарабатывает программа. Цена берет там, где самая низкая точка, она покупает. И в эту же секунду, этим же объемом, там, где самая высокая точка, перепродает. Понимаете? Ну, да. Отлично. То есть, данная система, она работает на арбитраже. Есть много разных инструментов. Есть такой инструмент Forex, на котором вы когда-то пробовали, торговали. Есть такой инструмент CFD, есть бинарная опциона. А есть арбитраж. Это программа, которая, да, зарабатывает на разницу цены. Вы запитаете данную программу. Программа самостоятельно производит анализ и закрывает сделки на покупку и продажу. Плюсы данной программы в том, что программа работает на полном автомате. Вы ее один раз настроили, запустили, больше вы ее не трогаете. Программа работает, развивает ваш депозит. Вы получаете для себя ежедневную прибыль. Это понятно? Ну, непонятно только, как эта программа это делает. Потому что с Forex-то еще понятно, да, там что-то с криптовалютой понятно. Уйдите от Forex-то, пожалуйста, Виталий. Forex-то было очень давно и уйдите от Forex-то. Ну, поймите, сейчас просто 21 век в ноябре и ничего сложного, да, в арбитраже нет. Я вам объясню еще более на простом примере. Вот вы ходите по городу, у вас есть банк Сбер, у вас есть банк ВТБ, правильно? Есть там Маваль и так далее. Ну, очень много, да, банков. Доллар, он один и тот же. Но каждый банк выставляет свой курс, верно? Ну, верно. Верно. Теперь давайте возьмем это в электронном виде, в масштабе. Вот представьте, программа берет там, где, да, например, самый низкий курс. Условно возьмем на доллар, да, в Сбере доллар будет 73, а в ЭТБ доллар будет 74. Там, где 73 она покупает, там, где 74 она перепродает. Вот это, да, 1 рубль, это есть разница, называется прессовая дельта. Понимаете меня? Я понимаю, но всегда курс продажи и покупки, они всегда разнятся, и разнятся так, чтобы не было. Да, но мы с вами, я вам объясняю на простом примере, там, где в банках есть разный курс. А вы возьмите, да, вот, например, курс на бирже. На бирже криптовалюты там нет цены покупки и цены продажи. Также нет, например, да, на Форексе, там нет, да, цены покупки и цены продажи. Там есть только одна цена, там нет разницы. Но есть много разных бирж, и на них цена может различаться. Понимаете меня или нет? Ну, приблизительно, да. Приблизительно, хорошо. Я вам отправлю статью, почитайте, что такое арбитраж, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Потому что я, например, я вам стараюсь объяснить уже более банальными, простыми примерами, вы меня все равно не понимаете. Смотрите, вам не надо углубляться в то, как работает программа. Я вам пытаюсь донести то, что программа работает автоматически. Если вы ее включили, какая вам разница, как она будет работать? Большая разница, на что работает моими деньгами. Вашими деньгами, отлично. Но не вы же будете сидеть торговать, правильно? Ну, не надо понимать, как она поделает. Не вы же будете открывать сделки. Вам надо понимать. Я вам объяснила. Программа работает на межбиржевом арбитраже. На одной бирже она покупает, на другой бирже в эту же секунду она перепродает. В этом есть огромный плюс программы. Первое – это скорость. Потому что если вы это будете делать физически, сами вручную покупать и перепродавать, пока вы на одной бирже купите товар, на другой бирже перепродадите, цена может измениться. А программа это делает исклюзивно быстро. Понимаете? Ну, в общем, понимание, да. Но я не понимаю просто, как это все завязано. Понятно, что с криптобиржей понятно. Там, денежку вывел на холодный кошелек, да, и продал потом на другой бирже. Нет, нет, они в том, да они в том дело не вывели. Вы ничего не выводите. Смотрите, вот у нас есть, да, например, биток. Берем один и тот же биток. Мы его не покупаем чисто физически. Нет такого, что мы с вами купили, да, там, полбитка. Сидим, ждем, когда там цена вырастет, и потом его где-то перепродаем. Есть две точки, вот смотрите, для примера. Сейчас вам привожу пример. Сейчас я открою курсы криптовалют. Вот, смотрите, берем с вами две биржи. Есть одна биржа Binance, есть вторая биржа Investing. Investing.com, знаете? Обычный, замечательный инвестинг. Вот, смотрите, биткоин на сегодняшний день, на инвестинге, стоит 42 316. На Binance стоит 42 300. Разница идет 16 долларов. Программа анализирует биток, находит две точки. Одна точка, вот у нас будет, самая низкая цена, это 300. Вторая точка, самая высокая цена, это 316. У нас получается с вами сколько чистой прибыли? 16 долларов. 16 долларов, все верно. Программа нашла две точки, зафиксировала эту разницу, закрыла сделку. Понимаете, что такое межбиржевый арбитраж? Я понимаю, но я точно знаю, что вот я на Binance ковырялся, мне надо с холодного кошелька туда денежку забросить. Так вы же не физически это делаете? А как вы это делаете? Ну, если вы будете, если вы это будете делать физически, смотрите, если вы будете, вот, каким образом Binance будет мне что-то у меня покупать и что-то мне продавать, если я туда не заброшу эти деньги? Вы не забрасываете деньги. Программа анализирует рынок, анализирует более 40 бирж криптовалют. Находит эти две точки. В этот же момент она берет, на одной бирже покупает, на другой бирже продает, не выводя. Вы работаете через международного брокера. У вас есть торговая платформа. Через международного брокера. Зачем ей международный брокер? Не, 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 я не понимаю. Как это? Мы не привязываемся к вашей бирже, к вашему Binance. Мы не будем, понимаете, устанавливать вам программу на ваш Binance кошелек. Он не будет там стоять. Мы не поставим вам программу в ваш персональный личный кабинет на Binance. И там, чтобы программа сидела и покупала. Есть международный брокер. Брокер дает возможность выхода на полностью все четыре биржи. На европейскую, на американскую, на азиатскую, на тихоокеанскую. Там, где представлены все виды активов. Валютные пары, криптовалюты, акции крупных компаний, товарно-сырьевый рынок. Вам устанавливается программное обеспечение. Программное обеспечение делает эти исчисления автоматом. Находит эти две точки. Одну точку по самой низкой цене, там где есть, да. Вторую точку по самой высокой цене. Не фиксирует разницу между этими двумя точками. Вот еще непонятно. Если вы будете это делать физически, физически вам нужно иметь два монитора. Вы взяли на одном, купили, да, например, на одной бирже. И в этой же три монитора. Замечательно. На одной бирже вы купили, и в этот же момент вы перепродали. Это может занять вас где-то в течение, там, полторы-две минуты. Это можно сделать. На одной бирже купить, вывести деньги, и на другой продать. Но полторы минуты это долго. За полторы минуты цена может измениться. В то время, когда программа это делает гораздо быстрее. Я понимаю, но я должен, чтобы заработать 16 долларов, да, я должен вложить сейчас туда 30 тысяч долларов, да, чтобы купить... Я вам для примера проводила, да, причем здесь 30 тысяч долларов. Ну, вы же понимаете, что есть, например, да, мы же не покупаем целый один биткоин. Я вам приводила пример по цене. Есть там, на одном стоит 42 300, на другом стоит 42 316. Если у вас на балансе находится какой-то минимальный порог, там, 100, там, 30, 200 долларов, вы не будете покупать весь биток. И вот что я вот... Программа будет заработать 0,000005 соток. Вот, и заработаю я 0,00000 соток от доллара, да? Да, да, но вы заработаете, да, но вы заработаете, потому что программа распределяет свои активы, распределяет риски. Программа не работает полностью на весь объем вашего баланса. Она не работает со всеми активами. Она распределяет, там она закрывает по валютам, там она закрывает по криптовалютам, там по акциям крупных компаний. Берет от 5 до 10 процентов от вашего баланса и выводит в сделку. А зачем так делать? Не действует весь ваш депозит для уменьшения наших рисков. Если рынок развернется, упадет, будет какой-то резкий обвал рынка, если вдруг сделка закроется в минус. А что она закроется в минус? Потому что такое бывает. Потому что может, может биток обвалиться, понимаете? Ну так что обвалит, у меня же будет один биток, Вы не сможете купить один биток. Почему? Вы не купите целый биток, потому что целый биток стоит 42 тысячи. Ну хорошо. Программа покупает 0,0,0. Хорошо. Ну вот смотрите, у меня есть, допустим, 42 тысячи. Куплю я этот один биток. Рынок обвалил... Так мы не покупаем. Но я вам еще раз говорю. Вы вот говорите, я куплю целый биток. Вы не будете здесь покупать целый биток. Мы зарабатываем здесь на разнице. Мы не покупаем чисто физически, да, криптовалюты. Это не так, что мы ее купили, она у нас лежит на нашем криптокошельке. Мы зарабатываем, еще раз говорю, на арбитраже. Это разница. Давайте, забыли про криптовалюту. Хорошо, возьмем с вами другие активы. Есть нефть, есть природный газ. Мы же с вами также не покупаем чисто физически нефть. А как нефть? Нет, не работаем. Есть разница. Нет, забыли про криптовалюты. Разница. Еще раз, на разницу цены. На разницу цены между биржами. А я не понимаю, как это. У меня есть, допустим, я могу купить контракт на нефть, да? По поставке нефти. Контракт на поставке нефти? Да. Может быть, контракт на разницу цены вы можете купить? Нет, но я фьючерс могу купить. А контракт на разницу цены, это вообще непонятная для меня хрень. Как это непонятно? Ну, а между чем и чем она? Контракт на разницу цены, это нефть контракт. На бирже, вот, биржа, это одна душная комната, в которой собрались куча брокеров, да? И вдруг перед дружкой они торгуют. И одними и теми же активами тусят. Деньги в эту комнату приносят только брокеры. И вот если я покупаю, я могу понять, что я покупаю акции, я могу понять, что я покупаю какие-то активы. То же самое нет. Что такое покупка контракта на разницу цены? Это как? На разницу цены. Там, где вы берете, зарабатываете на той разнице, на которой цена либо пошла вверх, либо цена пошла вниз. Хорошо, кто датирует, кто датирует. Но вы не покупаете чисто физически баррели. Вы выбрали, например, активнее. Пришлите мне, пожалуйста, материалы. Давайте я почитаю, потому что сейчас вы... Давайте, посидите, 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 да, посидите, а потом будем уже с вами разговаривать. Всего доброго. Да. Да, Виталий, еще раз здравствуйте. Это вас Екатерина набирают. Удобно вам говорить? Да, Екатерина. Да, вы ознакомились с информацией, которую я вам отправляла? Ну, я ознакомился, там полная какая-то химия. Даже я с моим начальным знанием в инвестиционных каких-то моментах, да, вижу, что это все. Кухня, замануха. Похоже на... В чем именно замануха? Ну, у вас сайт однодневка, который сверстан на коленке. Нет. Что нет? Ну, он не однодневка. Ну, когда дата регистрации вашего сайта? Сколько лет вы на рынке? Дата регистрации 2019 года. Сколько вы на рынке? Три года. Три года? Да, три года. Ну, честно говоря, если посмотреть дату регистрации и вашу информацию о домене, да, то он создан с 7.07.2021 года. Так, а при чем здесь домен? Ну... Ну, я задаю вопрос, при чем здесь домен? Ну, хорошо. Домен ни при чем. Хорошо. Вы ознакомливались вообще? Что такое орбитка? Считали тут? Да, знакомился. Но тут стоит. Что непонятного? Как это не работает? Ну, этим занимаются большие дети. Ну, Виталий, люди этим занимаются уже 3 года, люди торгуют на арбитраже. Если вы с этим не сталкиваетесь, не значит, что этого нет, Виталий. Но если вы с этим не сталкиваетесь, вы даже не знаете такого понятия, что я могу с этим поделать. Это есть, это существует, на этом люди работают, на этом существует огромное количество ботов, искусственных интеллектов, которые работают на арбитраже. Это не что-то новое, то, что говорилось вчера. Это существует уже практически 3 года. Раньше люди делали это вручную, теперь это создали быстрые, высокоскоростные программы, алгоритмы, которые выполняют этот арбитраж. Это не что-то новое, то, что говорилось вчера. Да, я понимаю. Если бы все было так, как вы рассказываете, все было бы настолько все замечательно, то там бы крутились значительно больше деньги. Я попробовал пополнить. Так, а почему вы не думаете, что здесь есть большие деньги? Вам минимальный порог, вот этот 130 долларов, да, там, это просто минимальная сумма, чтобы вы посмотрели, как это работает. Здесь клиенты приходят, работают еще в более крупной сумме. Для того, чтобы вы попробовали, посмотрели, убрали. Ну, хрен это все, ну, что я как-нибудь это ворочаться буду? Почему? Так, ну, так, вам нужен минимальный порог, для того, чтобы вы посмотрели, как это работает. Подсчитали для себя результат, увидели, какой идет результат. Не хотите работать с минимальной суммой, давайте приступим сейчас с тысячи долларов хотя бы. Начинаете с тысячи долларов, увидите нормальный доход. Ну, так, подождите. Вы мне говорите, что мы у вас не вызываем доверия, что что-то у вас такое изменение. Ну, да, но так почему-то вы не хотите говорить даже про минимальные суммы, чтобы увидеть результаты, понять, как это работает, увидеть это на практике. Да я попробовал пополнить, я же говорю, что я попробовал пополнить. Так что у вас не получилось? Ну, вот в терминале номер один, он мне выдает ошибку, что данный сайт запрещен Роскомнадзором. Да, потому что первый терминал, он идет для стран СНГ, вы не можете работать через первый терминал. Да, да, но только он запрещен нашей генпрокуратурой, он мне выдает сообщения. Нет, прокуратура, этот терминал создан для стран СНГ, такие как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, там работает данный терминал. Да. Есть у нас второй терминал лицензированный, это идет терминал Юмани, есть? В Юмани, да? Ну, честно говоря, я туда, сюда захожу, мне не дает пополнить на 15 тысяч рублей, ну, на 30 тысяч рублей, предлагают на 15. Да, 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 нет ограничения. Давайте пополним на 15 тысяч рублей, ну, ты, вы представьте, я хочу инвестировать, ну, наверное, 1800, да, для того, чтобы начать, чтобы заработать. И вы представьте, я вот это вот по 15 тысяч буду 800 тысяч? Нет, нет, потому что это идет на первоначальную транзакцию, идет минимальное ограничение. Смотрите, набираем 15 тысяч рублей, выбираем карту, откуда, вносим данные, да, откуда перевести, вот я указал, и у меня всплывает большими буквами надпись «Деньги получает человек, а не компания». Да, да, так вы же деньги переводите, не на компания. Это… Кошелек Юмани? Это терминал, это терминал Юмани, который делает транзакция. Нет, 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 хорошо. Перевод осуществляется в кошелек, и кошелек этот физика. Давайте, хорошо, хорошо, выберите четвертый терминал. Какой четвертый терминал? Ну, а нажмите на «пополнить счет», выберите четвертый терминал. Давайте выберем четвертый терминал. А, вот этот терминал, он не принимает карта МИР. Ну как это не принимает? У нас сегодня клиенты проводили транзакцию по этому терминалу. Ну, замечательно. Я вот ввожу, написано, карта МИР не принимает. Все. Хорошо, я вас сейчас переведу на специалист, он вам поможет, буквально минутку. Алло. Да. День доброго, Виталий. Да, меня Павел зовут. Что у вас не получается? Подскажите, в чем вопрос? У вас все терминалы какие-то протухшие. Да, протухшие. Ну, в принципе, активация производится. Параллельно, пока вот те, вижу, запросы подавали, другие клиенты активацию проводили. Поэтому, делав терминал, я думаю, что нет. Вот. Вы через какой банк пытаетесь активацию сделать? Подскажите. В смысле? Ну, каким банком пользуетесь у клиента? Какого банка, что пытаетесь запрос подать? Я точкой пользуюсь. Точкой, я понял. Ну, второй терминал у вас, в принципе, должна произвести... Второй терминал, да. Я уже сказал, что... Я ввожу данные карты, во-первых, он не дает мне выполнить до 30 тысяч, пополняет, разрешает пополнять только на пакетах. Во-вторых, он пишет мне большими черными буквами, что это пополнение на карту физлица. Не на карту физлица, а на счет физлица. А, вы пополните свой личный счет. Вы не отправляете деньги на счет нашей компании? В том, что я имею некоторое отношение к U-Money. И вот этот номер, на который происходит пополнение, да, он абсолютно не принадлежит мне. Ну, как смотрите, ну, в любом случае внутри компании есть счет, да, то есть сегрегированный, на который вы делаете отставление, да? Если вы пополните свой счет, смотрите, в принципе, смотрите, Виталий, если вам будет так комфортнее, вы можете, в принципе, вообще через биткоин пополнить свой торговый счет, вот. Через биткоин, мои биткоины сюда остаются только при мне. Никаких биткоинов я никуда не перевожу. Я их собираю не первого года, они у меня в коллекции, поэтому у меня там уже три с половиной биткоина лежит, вот пускай они дальше лежат у меня. Я никуда ничего не перевожу. Превосходно, смотрите, вы можете, да, то есть просто через обменный пункт произвести операцию. Как вы это сделаете, мне лично, ну, честно говоря, безразлично. Терминал 1, терминал 1. Нет, мы остановились о том, что у вас на сайт, вот, Екатерина позвонила, сказала, что вы серьезная, крутая контора, да? В итоге я смотрю, сайт Однодневка, который создан, простите меня, 7 июня, да? Раньше его не существовало. Что кошельки кривые, документы у вас здесь все кривые. Вот когда открываешь соглашение, идут ссылки на пункты, которых у вас в соглашении нет. Смотрите, ну, то есть, вас же никто не заставляет. Вы хотите, работайте, хотите, не работайте. Да нет, она мне в уши влазит, рассказывает, что вы такие замечательные, а я говорю, что это футбол. Так все работает, ну, так вы попробуйте минимальный счет. А зачем это попробовать? Понимаешь, вот ты заходишь в магазин с парфюмерией, да? Вот ты видишь, что есть откровенный фейк, который стоит вот на полке. Ты будешь остальную парфюмерию нюхать у них? Я думаю, что нет. Вы тогда не заходите в такой магазин, ну, ради бога, вы же не... Посмотрите, вы у нас сами оставили заявку, с вами связалась Екатерина, рассказала... Да, мне интересно было посмотреть вот это про общее дело. Подождите, смотрите, вы оставили заявку, с вами связались, говорите... Ну, да, интересно, ну, как-то, я извиняюсь, я вас процитирую, да? Какое-то фуфло, фигня, не звоните мне. Хорошо, без проблем, да? Вы зашли шесть раз, подавали заявку на активацию счета. Я вот вижу, вы по второму терминалу четыре заявки создавали. Если вам не нравится Юмани, вы не хотите через его счет пополнять вопросы, заходили и видели, что там написано, да, счет физлица, да, то есть, окей, так зачем вы четыре раза туда... Нет, я первый раз думал, вот, пополнишь рублей на тридцать, а потом я начал присматриваться. Смотрю, и терминал у вас тут тоже фуфлыжный, у него курсы расходятся капитально. Терминал один, смотрите, терминал один, он не работает для Российской Федерации, так как вы из России сразу пришли, то он там рубились. Он для Российской Федерации не работает. Да, 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 он мне сообщает радостно, что данный терминал заблокирован Роскомнадзором по потребованию Генпрокуратуры. Терминал заблокирован? Да. Ну, это вообще... Даже, я даже вам больше скажу. Даже ваш вот этот вот сайт, астинест.ком, он тоже заблокирован на территории Российской Федерации. Ну, то, что, знаете, то, что заблокирован на территории Российской Федерации, знаете, то это как бы ни о чем не говорить. Телеграмм тоже блокировали, блокировали, а потом там канал создали. Тот же самый Роскомнадзор. Поэтому о какой-то надежности это по факту не говорит. Ну, вот... Поэтому, ну, тут же смотрите, тут как бы палка в двух концах. Я не берусь и не буду и не собираюсь вас в чем-то перебирать. У вас есть, вы, я слышал, вы что грамотный, у вас есть свое сформировавшее сомнение. Я не буду вам его менять. Вы хотите попробовать, что это такое, как это работает? Смотрите, не надо 30 тысяч. Я уже не хочу пробовать. Пополните... Я уже не хочу пробовать. Я захожу в вашу программу, вот эту, в которой надо что-то покупать, что-то пополнять, да? У вас торговый терминал. Да, и я абсолютно не вижу тех активов, которые я хотел бы у вас покупать. На которых хотел... Ну, активы, смотрите. Перечень активов, он расширяется. Дело в том, что мы не перегружаем сразу, чтобы была минимальная нагрузка на сервер, на сервер, и бы себе было исполнение сделок у действующих. Ну, это значит, что у вас хреновые сервера, и хреновые айтишники, которые не могут нормально сбалансировать. Нормально все, серверами айтишники. Смотрите, Виталий, я не хочу это... Слушайте, вы какой-то бред несете, честно. Вы не хотите работать, так что мы с вами говорим? Вы не будете работать? Я не буду с вами работать. Ну все, так до свидания, Виталий. Не несите бред тогда. Бред не несите неадекватного просто. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok